Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свои комментарии под видео. Поехали! С приходом нового правительства в Молдове не прекращаются отставки госчиновников. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица называет это нормальным процессом, связывая этот факт с тем, что правительству нужны свои люди, у которых такое же видение и решение проблем. Это нормально, что с приходом нового правительства госсекретари подают в отставку. Меняются руководители агентств и ведомств. Мы строим команду, мы назначили новых госсекретарей некоторых ведомств. Еще этот процесс будет продолжаться определенный период. Это абсолютно нормально. Мы пытаемся привести на эти должности людей из нашей партии, людей, у которых тоже мировоззрение, тоже видение реформ, которые мы обещали людям в предвыборной кампании, заявила Гаврилица в эфире передачи «Пятница» с Анатолием Галя на РТР Молдова. В то же время у некоторых людей есть опасения, что к власти приходят новые люди без опыта работы в государственных учреждениях. Гаврилица пояснила, что правительство пытается привести в команду новых людей с профессиональным видением. Кроме того, напомним, что на заседании правительства премьер призвала министров в первые месяцы работы быть наполовину прокурорами. Меня и граждан интересуют схемы, с помощью которых из подведомственных вам министерства и учреждения воровали деньги. Очень прошу проверить все контракты о госзакупках, которые заключались в последнее время. Также прошу проинформировать нас о том, какие фирмы заключали контракты о госзакупках, какие процессы госзакупок кажутся вам подозрительными. Проведение тендера или цены на товары или оказываемые услуги, сказала она. Между тем, часть отправленных в отставку чиновников заранее подали заявление по собственному желанию. 9 августа правительство удовлетворило их просьбы. В числе тех, кто отказался от поста добровольно, глава агентства земельных отношений кадастра Анатолий Гилош. СМИ неоднократно писали о его дорогой недвижимости и бизнесе, в том числе о том, что фирма его супруги выиграла крупный тендер на ремонт дорог. Аудиторы счетной палаты пришли к выводу о завышенных ценах на работу и материалы, но никто не был привлечен к ответственности. Некоторые из отправленных в отставку госслужащих давно себя скомпрометировали. Им нечего делать в публичном управлении, уверен политический аналитик Алексей Тулбуре. Отставка Гилоша и нескольких других персон связаны именно с расчисткой системы. Что же касается госсекретарей, то их меняет любое правительство. У властей благородные намерения, они хотят перезапустить страну. Люди хотят не смены политических элит, а новой модели жизни, говорит эксперт. Он, однако, не берется предсказать, во что это все выльется, будет ли качественное изменение ситуации. Однако спикер парламента Игорь Гросс убежден, что при подборе кадров будет применяться политический и профессиональный критерий. Мы возьмем профессиональных людей, за которых в ответе ПДС. Если будут выполнять работу, пойдут вперед. Если нет, сделают шаг в сторону, заявил он. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газеты всегда с вами. До встречи.